Золотая осень, прежде всего, рассчитана на наших пенсионеров. Мы никогда пенсионеров не бросали, ЗАО Совхоз Ленина, и я надеюсь, никогда не бросит, потому что это была установка с самого начала, когда еще Павел Николаевич, мы избирали, когда была организация ЗАО Совхоз Ленина, когда это все были акции, все прочее, он говорил, вот мы как жили при социализме, так и будем жить. Оно в самом деле было так, потому что дивиденды не выплачивались. А куда идет прибыль? На развитие производства, на повышение зарплаты работающим и в то же время на помощь пенсионерам. Вот сколько раз они там по 5 тысяч получают, а когда 100 летит Совхоз, ведь каждый пенсионер получил по 100 тысяч. Это же, где говорят, в общем-то, многие не верят. Я говорю, ну вы мне можете не верить, вы спросите у любого пенсионера. Причем там не важно было, сколько он проработал, и все, независимо от стажа платили. Но дело-то, материально это благо, конечно, там стараемся помогать, и все, вплоть до того, что организация похорон, и все прочее. То есть наши есть наши. И мы никогда, еще раз говорю, это позиция коллектива, это не только, говорят, Павел Николаевич, это позиция коллектива. Это коллектив, вот так и решили это, и все это знают, что каждый из нас тоже станет пенсионером, и тоже он будет ощущать какую-то поддержку. И поддержка происходит, и помогает им на лечение, если обращаются и помогают. Но опять же говорю, это все материальное благо. А вот для души. Вот это общение, мне кажется, оно дорогого стоит. Оно наверняка это продлит жизнь. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. И поэтому собрались, когда мы уже поняли, что это наш клуб, что мы этим занимаемся, наш профсоюзный комитет занимаемся, мы как-то и не касались. Там Елена Ивановна, там Татьяна Ивановна, они что-то там копошились, пенсионеры, что-то где-то золотая осень, я, честно, даже и не знала. А когда ты уже знаешь, что это совхоз за этим, то тут уже все надо работать, и надо сделать, и сделать хорошо, чтобы в этот клуб ходили. Чтобы не просто он была вывеска, а все знают, да, да, есть такой клуб, вот там. И мы собрались, чтобы услышать их самих. А что они хотят? А то, может, мы им навязываем всякие поездки, какие-то экскурсии, а может, им в самом деле не надо. Может, они думают не так, как я, мол, зачем это, в самом деле вот сижу я и сижу я дома. Но оказалось, в самом деле они не хотят сидеть, они хотят активный образ, интересный образ жизни. Они за экскурсии, причем они у нас такие паломнические экскурсии, я думала, кто поедет, а кто не поедет. А едут даже вот, сейчас 25 человек записались уже, вообще заказали большой автобус, и автобус оплачивается совхозом. Может быть, это мелочь, потому что, когда повесили объявление в храме, отец Николай повесил, там пишут, что эта стоимость, это 1100. И там уже кто-то сдает денежки. Ну, 1100 для пенсионеров тоже большая сумма. А тут вот, когда узнают, что это совхоз оплачивает, что это тоже идет, как их поддержка. Но мне бы хотелось, ну, думаю, ну, вот экскурсии они сходили, да, ну, в музей сходим. Вот сейчас Павел Николаевичу программу в театр, чтобы уже сейчас пускать в театр, да, тоже хорошо, вопрос. Но я вчера была у своей сестры, у меня сестра в Видном живет, пенсионерка, она постарше мне. И когда я была депутатом в Видном, я же общалась там с пенсионерами, все, и они мне вот, я была у них, не помню в каком году, с Новым годом ездила поздравлять в ДК, в город Видное, на их танцульки, у них танцы. И вы не представляете, там собиралось не меньше 60 человек. И все за, там, 60 плюс, там, или 50 плюс, а у них какие. Вы бы видели, в основном женщины, конечно, но и мужчины, вы бы видели этих женщин, включая мою сестру. Они хоть брюки снимут, они юбки одевают, платья, они такие красивые туда приходят. И танцы, да, они уже выбирали, им устраивали там чаепитие, и музыку, обговаривали, какую музыку, там им приглашали с баяном, там их честное. Мне это очень понравилось. Я вот теперь сижу вчера, думаю, так, а где же мне это сделать, то есть нам это сделать? И я уже сейчас займусь, и это дело надо сделать. Вот сейчас, конечно, у нас ДКТ заняли террористы, там сидят, а там площадка танцевальная у нас была бы хорошая. А я сижу, думаю, а вот где у нас агротуризм летом? Открыта площадка. Запросто это можно организовать. Я думаю, это будет интересно, причем надо сделать так, чтобы был инструктор, или как он называется, или тренер, или как, по танцам, чтобы именно вот, какие раньше танцы валюты, парны, танцы там, краковяк, или что-то такое. Я это видела и в Севастополе, я ездила отдыхать, и там на набережной вот эти танцы, именно для этого возраста, вы не представляете, как танцуют, просто они отрываются. Вот это у меня, но это может быть не для этого, но задумка у меня такая есть. И еще вот, может они что-то еще подскажут, что-то, ну, вот, там есть кружок, вот этот лоскутный что ли, да? Ведь ходят люди, интересно, можно кружок вязания, можно, можно сделать это. Или, может быть, еще какой-то, а он пенсионеру ходит, кружок рисования, начинает рисовать в этом возрасте. Вы представляете, рисует хорошо. Вот я смотрела в Инстаграм, показывают, даже открывается какой-то дар, что ли, или что-то такое. Ну, вот она, господи, выйдет, оденется, красиво придет, немножко там где-то пообщается, и, наверное, жизнь будет прекраснее, здоровье будет лучше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.